МЕРОССИЯ Я рада сегодня приветствовать всех, кто нас смотрит на просторах нашей с вами Родины, Российской Федерации. Сегодня в рамках прямого эфира находятся с нами все организации образования страны. Поэтому мы постараемся максимально ответить на вопросы, с одной стороны, по проведению конечной акции, с другой стороны, рассказать уже о первых ее результатах. Сегодня с нами в представлении этих итогов участвует директор Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Жанна Витальевна Садовникова, вице-президент Союза профессионалов в сфере образовательных инноваций Юлия Алексеевна Соловьева, директор цифровой фабрики инноваций Евгений Андреевич Антонов, ведущий специалист Института развития родных языков народов Российской Федерации Павел Сергеевич Филиппов, ответственный секретарь Дегейской Республиканской Общественной Организации Ассоциации Лингвистов-Экспертов Аргумент Индира Аминовна Нифляшева, также научный сотрудник Центра Цивилизационных и Религиональных Исследований РАН Наима Аминовна Нифляшева и председатель Ассоциации Преподавателей Родного Языка и Литературы Коренных Малочисленных Народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Фини Матвеевна Лиханова. Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте и позвольте в первую очередь передать слово о вопросах о государственной политике в сфере родных языков России директору департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Жанне Витальевне Садовниковой. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня действительно собрались и обсуждаем один из важнейших вопросов, это сохранение родных языков Народов Российской Федерации и Международный день родных языков. Это очень трогательно, что именно в этот день мы собираемся и обсуждаем такие важные вопросы. В Министерстве просвещения проводится системная работа, которая направлена на обеспечение прав граждан на получение образования на родном языке и изучение языков из числа языков Народов Российской Федерации. В прошлом году в рамках ведомственной целевой программы, она была утверждена 16 января 2019 года, есть ряд направлений, но мне хотелось бы остановиться на направлении именно подготовка и поддержка педагогических кадров, потому что мы понимаем, что создавая условия, ключевой фигуры в этом направлении является учитель, педагог, который входит в класс и осуществляет непосредственно эту работу. И в рамках ведомственной целевой программы научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русского языка и языков Народов Российской Федерации в 2019 году был организован отбор и предоставление в 2020 и 2022 год субсидий регионам на поддержку. 11 субъектов у нас включились в эту программу и будет оказана поддержка на общую сумму свыше 300 миллионов рублей. На сегодняшний день эти субъекты уже приступают к работе и педагогические работники, наши учителя смогут получить всю необходимую поддержку методическую в рамках осуществления этой деятельности. Мы понимаем со стороны Министерства, что для педагогов важен и содержательный вопрос, поэтому в прошлом году была утверждена концепция преподавания родных языков Народов Российской Федерации России. И на сегодняшний день уже завершается работа по формированию плана реализации концепции. В ближайшее время план, когда будет согласован, направлен также будет во все субъекты уже для реализации. В рамках работы Министерства в этом направлении в прошлом году был создан Институт развития родных языков. И здесь коллеги сегодня присутствующие поподробнее расскажут о направлениях своей работы. В рамках Института у нас осуществляется работа по подготовке и проведению экспертиз примерных образовательных программ по тем языкам, которые у нас изучаются в наших образовательных организациях. Конечно же, Институт и эксперты, которые работают, это прежде всего также те специалисты, которые работающие на местах, в школах. Потому что наше экспертное сообщество, они четко должны понимать потребность и специфику в изучении этих предметов. Также хочется отметить, что в этом году стоял вопрос по внесению изменений и утверждению нового порядка формирования федерального перечня учебников. И хочется сказать, что новый порядок дает возможность проводить экспертизу учебников по родным языкам и литературе народов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. То есть это облегчит работу наших субъектов для того, чтобы осуществить экспертизу и получить необходимое заключение, для того, чтобы уже дальше эти учебники вошли в федеральный перечень учебников. Потому что мы понимаем, что на сегодняшний день есть уже утвержденные примерные образовательные программы, есть учебники, которые уже включены в федеральный перечень учебников. Но еще предстоит достаточно большая работа, потому что есть языки, которые изучаются, но по ним еще нужно и разработать, утвердить учебники и программы. Также хочется отметить, что в рамках исполнения указа президента в прошлом году был создан фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. И уже по результатам работы прошлого года хочется сказать, что были созданы 64 оригинал-макета учебников по 24 родным языкам. Это большая работа. В этом году также поставлена задача, будет продолжена работа по утверждению и разработке новых оригинал-макетов по тем родным языкам, которых на сегодня отсутствуют учебники. И хочется сказать, что в федеральном перечне учебники уже на сегодня представлено 252 учебника по 15 родным языкам, в том числе 9 учебников по русскому языку как родному. Потому что тоже стоял вопрос по русскому языку как родному, чтобы эти учебники были. Поэтому на сегодняшний день это есть. Уважаемые коллеги, мы сегодня будем обсуждать акцию, о которой вы говорили, анонсировали. Я благодарю всех педагогов, я благодарю всех наших учеников, ребят, которые здесь тоже присутствуют. Мы смотрели замечательно, как вы читаете стихи, как творчески вы к этому подошли. Есть ребята, которые даже читали свои авторские стихи, разработанные ими самими. Это очень ценно, потому что, вы знаете, коллеги, когда мы говорим о продвижении, о поддержке родного языка, мы, конечно же, понимаем, что это не только само знание языка, но это и целая культура, это искусство, это история и традиции, которые именно со школьного периода нужно понимать, любить и знать. Потому что, когда мы знаем свою историю, когда мы знаем свою культуру, знаем свои традиции, конечно же, и язык будет жить и развиваться. Поэтому мы сегодня обсуждаем важный вопрос. Я благодарю тех ребят, которые сюда к нам сегодня пришли. И, конечно, слава благодарности, откликнулось очень много, очень много ребят, которые на сайте можно будет по ссылке зайти, на сайте Министерства просвещения анонсировалась эта акция. Сейчас уже можно посмотреть результаты. Я думаю, что это тоже большой такой кладезь истории, который будет в развитии наших языков. Спасибо. Спасибо вам большое, Жанна Дитальевна. Спасибо Министерству просвещения за поддержку столь важных государственных вопросов, задачи формирования культурных основ российской государственности. А мы продолжаем как раз рассматривать этот вопрос. И в рамках акции, которая, на самом деле, с одной стороны, первый этап ее завершился, мы сейчас будем говорить о результатах, с другой стороны, она продолжается. Также будет запущен еще новый конкурс «Всероссийская викторина. Народы России. Расселение. Родные языки, культура и быт». Я хотела попросить об этом рассказать более подробно вице-президента Союза профессионалов в сфере образовательных инноваций Юлию Алексеевну Соловьеву. Спасибо большое. Я хочу начать с того, что сейчас во всем мире самый распространенный язык – это китайский. И русский язык занимает седьмое место по количеству людей, которые им владеют. Но это не значит, что русскому языку ничего не грозит. К сожалению, все больше и больше у нас в русский язык входит слов-паразитов. Мы часто неправильно произносим слова, и этим потихоньку убиваем наш родной русский язык. Но кроме такого большого по числу носителей языка, есть и малые народы. И каждую неделю в мире исчезает по одному языку. По мнению специалистов, 90% языков мира под угрозой исчезновения. Что же в России с российскими языками? Исследование Института языкознания РАН 2018 года говорит о том, что за последние 150 лет в России исчезло 14 языков. Из них половина – с 1992 года. В нашей стране 18 языков находятся на грани исчезновения, а уязвимыми являются большинство языков. Получается так, что в последнее время во всем мире люди лучше знают иностранные языки и хуже относятся к своим родным языкам. Очень здорово знать свою историю, историю своего народа. Но, наверное, еще ты богаче станешь, если будешь знать историю, культуру народа, который проживает с тобой рядом. Узнаешь их традиции, особенности их речи. И как культурный человек ты станешь более культурным. И для общества ты станешь более открытым, так как ты начнешь больше общаться с разными людьми. И, наверное, вот это очень здорово, что мы начинаем разговор о родных языках сегодня, в День родного языка. Я присоединяюсь к поздравлениям, Жанна Витальевна, о том, что всех поздравляю с Днем родных языков. На пресс-конференции по итогам 2019 года в ответ на вопрос журналистки из Республики Алтай Владимир Владимирович Путин сказал, мы вообще, думаю, должны гораздо больше уделять внимание изучению национальных культур, обычаев, языков. И именно вот я хочу акцентировать внимание культур, обычаев, языков. Мы очень часто вспоминаем о каких-то событиях только в определенные дни и даты. Вот 21 февраля, значит, сегодня мы будем говорить про День родных языков. А что завтра? Завтра родные языки не актуальны для нас. Поэтому очень здорово, что одна акция вроде заканчивается в виде конкурса стихов, про которые мы сегодня услышим, а другая акция в День родных языков открывается и начинается, и будет она продолжаться до октября этого года, с февраля. По октябрь. Что это за мероприятие, которое мы, собственно говоря, хотим всех пригласить принять участие? Совместно с Институтом родных языков мы предлагаем всем, в том числе и школьникам, студентам, проверить свои знания, но и расширить свои знания в области как раз культур, обычаев и языков. Мы посмотрели, что сейчас, собственно говоря, в сети интернет можно найти большое количество вопросов, связанных с расселением народов, с лингвистической классификацией народов, те вопросы, которые изучаются в школьных курсе географии. Даже встречаются вопросы, привязанные вроде как к дню языков, как раньше назывался тот или иной город. Но вот вопросов, связанных конкретно с языками, с особенностями языков, достаточно мало. Но вот мы решили, собственно говоря, и эту нишу немножко заполнить и предложить такие вопросы, такие задания. Как я думаю, чем интересны эти задания? Они представляют себя сначала какой-то текст, который в том числе и носит просветительский характер, и расширяет знания, представления о языках, о народах, о культуре. Дальше вопрос, может быть какая-то интерактивная часть, может видеосюжет быть, может картинка какая-то быть. И дальше сам вопрос. А дальше, когда человек ответит на вопрос, то у него есть возможность не только узнать правильно, он ответил или нет, но и услышать пояснение к ответу, что также расширяет наши знания о народах, которые проживают с нами. А что же мы, собственно говоря, с вами знаем? В этом году в Москве, в связи с тем, что у нас достаточно было мало снега, очень много в СМИ было информации, что есть народы, у которых больше 500 слов, которые обозначают слово «снег». Для Москвы это было безумно актуально, но также актуально было, допустим, и для Барнаула, в котором снега было так много, что машины проехать просто не могли. Поэтому это мы знаем, это мы слышали. Сомнения тогда, то есть сколько их на самом деле, 20 или 500, но по крайней мере 20 сошлись ученые, что есть этих слов. Есть языки, допустим, адыгейские, в котором одним глаголом можно целое предложение сказать, и об этом тоже везде в средствах массы информации говорится. В чеченском языке числительное 30 образуется из слов 20 и 10. То есть есть такие особенности, которые, ну, собственно говоря, многие из нас знают, а некоторые не слышали дальше. Но язык, это, конечно же, и пословицы, это и песни народов. Но очень много говорит одежда, национальный костюм, это тоже информация, которую читали раньше, а мы сейчас, к сожалению, начинаем забывать об этом. Язык народа, это и его кухня, блюдо, которое он приготовляет. Понятно, почему именно такие продукты используются или такие. А названия, какие-то названия мы с вами знаем, а какие-то, в общем-то, никогда не слышали. И, собственно говоря, пройдя нашу викторину, можно узнать рецепты отдельных блюд. То есть я думаю, что это тоже может быть достаточно интересно. Ну и, собственно говоря, я заканчиваю, чтобы долго не отнимать ваше внимание, на что обращаю внимание, что вопросы, они разные. Есть вопросы с выбором ответа. Причем выбор может быть множественный, а может быть и единичный. Есть вопросы на соответствие. Есть вопросы на последовательность. Есть вопросы сложные. Есть вопросы простые. И мы очень будем довольны, рады, если люди, отвечая на вопросы, откроют какие-то средства массовой информации, источники информации, и для ответа познакомятся с дополнительной информацией для себя. Наша викторина, как я сказала, будет продолжаться с февраля по октябрь. С сегодняшнего дня можно уже зарегистрироваться на сайте языки народов Российской Федерации, викторина, а уже со следующей недели можно уже начать отвечать на вопросы. И это как раз вопросы заочного тура, этапа нашей викторины. Я думаю, что в конце октября, начале ноября мы все-таки проведем очный этап, очный тур, и мы разработали порядка 50 вопросов. Не уверена, что они все войдут именно в заочную часть, я думаю, часть из них войдет и в очную, а может быть, мы и доработаем. Понятно, что разрабатывать все тестовые вопросы не очень хорошее дело, потому что всегда найдутся критики, кто скажет, что этот вопрос не такой, этот не такой. Но мы в любом случае обратились к экспертному сообществу и получили экспертную оценку разработанных вопросов. Нас поддержали, и чему мы очень сильно довольны. Действительно, благодаря Институту родных языков мы сможем провести эту викторину и всех приглашаем принять участие. Вас ждут всех именные сертификаты, а победители, конечно же, призы в виде книг. То есть это и дети, и взрослые? Пожалуйста. То есть на самом деле вся семья может включиться? Конечно, конечно. Это здорово будет, если вся семья вместе начнет отвечать на эти вопросы. Это объединяет. Здорово. Мне кажется, это такое хорошее обращение, призыв ко всем присоединиться и вместе как раз ответить на эти вопросы. Очень интересно, с удовольствием. Когда уже стартует? Когда можем начинать? Сегодня можно зарегистрироваться, со следующей недели можно начать отвечать на вопросы. Здорово. Спасибо огромное за такую прекрасную историю. А все-таки как же проходила акция, связанная с чтением стихов? Да, кликер, если передадите. Я хотела бы более подробно попросить рассказать об этом. Директора цифровой фабрики «Инновации» Евгения Андреевича Антонова. Здравствуйте, уважаемые участники, гости и представители средств массовой информации. Акция «Родные языки России» стартовала всего лишь две недели тому назад. И мы даже не предполагали, что она вызовет такой интерес и такое активное участие школьников. Вот на данный момент в акции приняло участие более 8 тысяч школьников из 78 субъектов Российской Федерации. Сама идея, посыл этой акции – это показать то разнообразие и многоцветие родных языков, которые существуют в России. А также еще раз обратить внимание на важность сохранения и развития родных языков, которые являются неоспоримым национальным достоянием. По условиям акции школьники читали стихотворения на родных языках, записывали видео и делали публикации в социальных сетях, проставляя хэштег «Родные языки России». На сайте «Языки народов России» создан специализированный раздел с интерактивной лентой, куда попадали абсолютно все видеозаписи. Участники акции – это не только школьники, учителя, но и даже дошколята. Самому молодому участнику акции – 3 года. Вот формат, когда мы просили читать стихотворение, выбран не случайно. В одном из интервью Иосиф Бродский сказал, что поэзия – это высшая форма развития языка. И, конечно, нам было интересно посмотреть и на тематику стихотворений, и на авторов, чьи стихи выбрали школьники. Мы увидели, что тематика стихотворений сфокусирована на самом главном. Это родина, это родители, это родные языки, и, конечно, это дружба, известные люди, памятные даты. Что касается писателей, которых выбирали школьники. Если вы зайдете в социальные сети, наберете хэштег «Родные языки России», вы увидите огромное количество писателей, которых знают и цитировали наши школьники. Это действительно такая большая библиотека. К сожалению, всех авторов назвать невозможно. Ну, вот буквально несколько имен. Юрий Михайлович Анко – это первый эскимосский поэт. У него была достаточно сложная судьба, сложное детство. Он рано ушел из жизни, всего лишь 29 лет. Но его высоко оценил Горький. И этот поэт был профессиональным летчиком, за что его называли русский Сент-Экзюпери. Рядом известная чукотская поэтесса Антонина Александровна Каметваль. Такое вот необычное имя в переводе с чукотского значит «червячок». Это такое имя дали родители, чтобы это охраняло ее от злых духов. Поэтесса стала известна не только в России, но и за ее пределами. Ее стихи были переведены на разные языки и публиковались во Франции, в Германии, в Японии и в странах Африки и Азии. Как вы видите, здесь есть и другие имена. Татарский поэт Муса Джалиль, Салават Юлаев. Татарский поэт и журналист, башкирский национальный герой, поэт-сказитель Салават Юлаев. Геннадий Анатольевич Юшков, это писатель и поэт и драматург из Коми. Гамзаб Цадаса, это аварский советский поэт и драматург. Гагиев Герихан Аюпович, это ингушский поэт. Алим Кишоков, это кабардинский поэт. Один из основоположников ногайской литературы, Фазиль Абдулладжилов. На поэты, которые писали на русском языке, и которых вспомнили участники акции, это от Ломоносова, Пушкина, Лермонтова до Цветаевой, Арсения Тарковского и Роберта Рождественского. Очень замечательно. Естественно, я назвал лишь некоторые имена писателей и поэтов намного больше. Я вот рекомендую всем посмотреть на эту акцию еще раз на сайте. Многие школьники были в национальных костюмах, а стихотворение сопровождалось и музыкой, и танцами, и даже небольшими сценическими выступлениями. А можно вот первый поставить, первое видео. Спасибо большое. Кто-нибудь, может быть, узнал это стихотворение? Это «Солнце» русской поэзии Александра Пушкина «Бесы». Так замечательно. Можно второе включить на минуточку? Спасибо большое. Да, и третье. Вот звук не слышно, но вы видите, что многие стихотворения снимались на улице, в родных местах участников акции. И, конечно, когда смотришь на это разнообразие нашей природы, когда видишь школьников, которые в национальных костюмах читают стихи на национальном языке, то, конечно, испытываешь чувство гордости, дух захватывает от красоты. И, насколько я знаю, сегодня у нас здесь тоже есть участники акции. Спасибо, конечно. Мы как раз хотели в конце вашего выступления, Евгений, как раз предложить юным участникам, которые и стихи читали, и запись делали, и на сайт направили, сказать нам несколько слов. Если можно, микрофон сюда в зал. Вот сюда вот к нашим юным героям. Ну, во-первых, какие стихи вы читали? Ну, представьтесь. Я Шолохова. Шолохова читали? Ну, да. Здорово. В каком классе учитесь? В первом пока. В первом в Москве? В лесном городке. Понятно, спасибо. Можно девушке микрофон? Здравствуйте. Меня зовут Василиса Шолова. Я рассказывала стихотворение «Бородино». Мне оно очень понравилось. Тем, что оно очень четко передает, что происходило во время битвы. Было очень здорово. Спасибо. Может быть, хотите что-то нам исполнить? Нет, хорошо. Но если вдруг соберетесь, мы, в общем-то, были с удовольствием готовы вас услышать, в том числе вживую. Мне кажется, такая уникальная возможность продолжения той акции, которая на самом деле происходит. Евгений, если позволите, мы тогда вернемся к вам. Скажите, а вот если кто-то не успел, например, еще к вам присоединиться, могут ли они еще присылать свои видео? Да, естественно, они могут присылать свои видео. Я надеюсь, что этот хэштег «Родные языки России» сохранится, и школьники смогут туда записывать стихотворение. Это станет своего рода такой золотой библиотекой, можно сказать. Я бы еще хотел отметить, вот несколько, вот, как вы видите, 78 субъектов Российской Федерации приняли участие в акции. И, если вы посмотрите, то увидите наиболее активные, да, республики. Это и Дагестан, и Кабардино-Балкария, и Волгоградская область, республика Татарстан, это республика Северная Осетия, Ростовская область, республика Пашкорбкастан, Кемерская область, Алтайский край. Я бы хотел сказать, что все участники акции получат именные сертификаты. Самым активным школьникам мы будем выдавать памятные медали «Родные языки России». И еще раз огромное спасибо участникам акции, благодаря которым любой желающий сможет зайти на сайт «Языки народов РФ», посмотреть все видеозаписи и почувствовать такую богатую, такую богатую языковую палитру, которая существует в России. Акция, хотел еще раз отметить, проходила по инициативе и под эгидой Министерства просвещения и была реализована Союзом профессионалов в сфере образовательных инноваций. Огромное вам спасибо. Либо, если позволите, мы карту не будем пока убирать с наших экранов, она будет создавать такое ощущение присутствия всей нашей огромной страны вместе с нами сегодня. Огромный вклад как раз в реализацию и акции, которые мы подводим сегодня итоги, и как раз вот, который сегодня стартует, викторина. И Жанна Витальевна отмечала, как раз создание методического сопровождения, сопровождение содержательного компонента. Конечно, во все эти элементы вносит Институт по сохранению и развитию языков народа Российской Федерации. Позвольте предоставить микрофон ведущему специалисту этого замечательной организации Института развития родных языков народов Российской Федерации Павлу Сергеевичу Филиппову. Здравствуйте, уважаемые коллеги и все, кто заинтересован в сохранении и развитии своего родного языка. Хотелось бы рассказать немного о деятельности нашего Института. Он был создан в 2019 году в феврале Министерством просвещения в целях организационно-методического сопровождения общественно значимых мероприятий в сфере сохранения родных языков. В частности, одной из задач на 2019 год у нас было проведение федерального мониторинга «Состояние развития языков», по результатам которого мы теперь можем утверждать, какие конкретно языки изучаются в общеобразовательных организациях нашей страны. Таких языков 76. Однако не по всем языкам сейчас есть учебно-методический комплект, и сейчас ведется очень большая работа по разработке примерных образовательных программ, который как раз тоже приходит к нам в институт на экспертизу. Мы также осуществляем методическое сопровождение этой разработки, доработки программ. Экспертами выступают учителя, специалисты, вузовские преподаватели, ученые. В нашем списке сейчас больше 350 человек. Также в 2020 году у нас планируется провести мониторинг реализации предметной области родной языка, родная литература, дабы выяснить, какие конкретно языки изучаются в основной обязательной части учебного плана, который выбирают непосредственно родители по своим заявлениям. Также хотелось бы сказать, что еще одним направлением, которое планирует заниматься институт, это разработка приоритетных междисциплинарных направлений по изучению родных языков, межкультурной коммуникации, лингво-экологии. Также в рамках этой темы планируется издание и создание электронного журнала, в котором ученые могут и учителя подавать свои статьи, методические разработки. Мы надеемся, что уже в этом году получится издать первый журнал. Также стоит сказать еще о проблеме языков бесписьменных народов. Наверное, кто-то из представителей этих народов участвовал в этой акции, может быть, даже рассказывал какие-то стихотворения. Но сейчас очень важно сказать, что такие языки, их довольно-таки много, употребляются только в семейно-бытовых условиях. И нужно создать для таких языков алфавит, чтобы эти языки были не только разговорными, но и их можно было и писать. А также поэтому мы сейчас занимаемся методическим изучением вообще этого вопроса. И вот к нам уже поступили некоторые запросы о создании такого алфавита для некоторых языков. Вот, в принципе, вот чем мы сейчас занимаемся. Спасибо вам огромное за эту большую работу. На самом деле в рамках большого содружества институт консолидирует усилия и ученых, и методистов, и общественников. И сегодня в рамках обсуждения как раз этих вопросов в зале с нами находятся специалисты, которые представляют и научное сообщество, и общественные организации, и различные ассоциации, связанные с разными языковыми конгломерациями. Я хотела обратить внимание, что мы как раз сегодня, 21 февраля, проводим обсуждение, не просто в знаменательный день, когда мы отмечаем языков, но фактически завершилась только что поездка министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова на Северный Кавказ. Поэтому как раз когда мы обсуждаем вопрос сохранения языков, было сделано очень много интересных предложений в рамках этой поездки заявлений. Я хотела передать микрофон, вот в первую очередь, когда мы говорим об изучении и сохранении нашего языкового наследия. На имя Аминовне Нифляшеве, здесь, пожалуйста, вот сюда микрофон, научному сотруднику Центра цивилизационных и региональных исследований РАН, как раз ваша организация занимается вопросами сохранения языков Кавказа. Ну, не совсем у нашего Центра цивилизационных и региональных исследований совершенно другие задачи, но я могу просто, как человек, который погружен в кавказскую реальность, просто рассказать вам, что происходит. Действительно, Кавказ – многонациональный регион, один из многонациональных регионов России. И, например, только в Дагестане существует 40 языков и еще 120 диалектов, а в одной Карачаево-Черкесии только 5 языков, которые имеют государственный статус. Кроме того, такой народ Кавказа, как Адыгия и Черкеса, которому я принадлежу, имеет еще многомиллионную диаспору на Ближнем Востоке, всего в 52 странах мира. И поэтому, конечно, сохранение родного языка здесь имеет и для нас еще, я бы так сказать, внешнеполитическое измерение. Это речь идет о престиже нашей страны за рубежом. И, наконец, хочу, не могу не процитировать слова знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова, который, в принципе, отразил в этих строках вообще отношение кавказцев к своим языкам. Он как-то написал «И если завтра мой родной язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». За последние даже полтора года, может быть, ну, три года на Кавказе предпринимаются очень интересные проекты. Проекты – это связанные с региональными, региональные проекты, которые инициируют власть, и проекты общественные. Вот хочу рассказать о некоторых. Во-первых, конечно, на всем Кавказе специалисты отмечают, что учебники нуждаются в пересмотре, что наши современные дети, а, как известно, мы вступили в фазу, когда дети учат своих родителей. Есть такая культурологическая теория, что мы находимся сейчас в той фазе, когда дети способны обучать своих родителей. То для современных детей не всегда эти учебники интересны, они всегда неадекватны их запросам. Поэтому, например, в Адыгее предпринята экспертиза всех существующих учебников, и будут написаны новые учебники. И в том числе в Адыгее выделено четыре пилотные школы, которые дополнительно получили серьезное финансирование, где будут изучать родной адыгский язык. И от того, как сложится ситуация вот в этих пилотных школах, будет многое меняться вообще в республике. Очень интересный и инновационный тоже проект в Адыгее предпринят на базе Института гуманитарных исследований и Университета Адыгейского. Это очень интересный лагерь, такой Адыгленд его назвали. Это лагерь, в котором дети на основе современных методик языковых изучают родной язык, этнографию. И в то же время это совмещено с чисто детскими запросами, подростковыми, как спорт, желание каких-то таких активностей новых. Этот лагерь пользуется очень большим успехом, он проведен был всего лишь один раз, но его итоги показывают, что у него большая перспектива. В Кабардино-Балкарии очень интересно, это чисто такой проект энтузиастов, называется проект «Под деревом», когда люди собирают детей, там совершенно немного детей, примерно 15 человек, и в течение 7 дней им дают такое ускоренное, можно сказать, ускоренное знакомство с родным языком, с традициями. Все это совмещено с посещением там известных коневодов, каких-то людей, которые занимаются ремеслами. И, наконец, очень важно, мне кажется, сказать о проекте в Северной Осетии, который реализуется. Это два проекта я могла бы выделить. Это проект Аландской гимназии, которая тоже рассчитана на то, чтобы дети изучали литературный осетинский в двух диалектах и русский. И очень интересная в целом их система, она заслуживает отдельного разговора, называется полилингвальная система, водится не так давно и в детских садах, и в школах. Спасибо. Огромное вам спасибо. Если позволите, мы продолжим как раз тему языков Кавказа и их сохранения. И передадим микрофон ответственному секретарю Адыгейской республиканской общественной организации Ассоциации лингвистов-экспертов Индире Аминовне Нифляшеву. Пожалуйста. Приветствую всех присутствующих и тех участников, которые сейчас за кадром. Что я бы хотела сказать, что Жанна Витальевна уже говорила сегодня, упомянула важную концепцию, лингвокультурологическую концепцию языка, что язык нами воспринимается как живой организм, как носитель культуры и традиций. Именно поэтому внимание к языку любой народности, любого ареала распространения, любой численности очень важен. И важны усилия и общества, и государства по их сохранению. И в продолжении рассказа я бы хотела обратить внимание на такую акцию, которая сейчас активно развивается. Это распространение практики проведения тотального диктанта, о которой, я думаю, вы все слышали и участвовали, думаю, большинство из вас, на национальные языки народов России. Сегодня день знаменательный и тем, что 21 февраля Международный день родных языков, но сегодня и стартуют подготовительные занятия к тотальному диктанту на русском языке. В связи с чем я призываю всех, кто хочет подтянуть свою грамотность, и даже тех, кто хочет получить пятерки на тотальном диктанте, приходить на эти открытые курсы подготовительные. Что же творится в плане написания диктантов на национальных языках? Это очень интересная инициатива в связи с тем, что ученые практики отмечают ряд достоинств тотального диктанта, таких, как добровольность, таких, как анонимность, участие. Прежде всего, тотальный диктант хорош тем, что тексты пишутся специально для него. Как сказал один из участников, отличник тотального диктанта в Адыгее, сам поэт, он сказал, что для меня тотальный диктант – это прежде всего показатель того, что русская литература жива. И, конечно, такие диктанты, как тотальный, это прежде всего средство привлечения внимания к языку, к его проблемам. И это не попытка сделать срез грамотности, то есть дать какую-то статистику, а это возможность дать человеку проверить свою грамотность. Это прежде всего возможность личного совершенствования в этой акции. И сегодня, когда тотальный диктант превратился из разовой акции по проверке грамотности в определенную систему, тут уже и курсы, как я говорила, подготовительные, это в том числе с использованием онлайн-технологий, это и ролики этих курсов доступны круглогодично, это и печатная продукция, какие-то справочники, грамотный помощник или хрестоматия тотального диктанта. Это все говорит о том, что тотальный диктант вышел за границы акции, разовой акции, превратился в эффективный механизм, механизм обратить способ привлечения внимания к языку. И еще в 1912 году в Жевске в качестве эксперимента после тотального диктанта был зачитан текст на удмуртском языке, и так было положено название диктантом на национальных языках. В регионах диктанты на национальных языках зачастую это возможность выразить свою любовь к родному языку, и такие девизы, как «давайте все вместе покажем, как мы любим и ценим родной язык», часто используются организаторами таких диктантов. И такие акции проводятся в праздничные дни, связанные с историей культуры и народа. Например, всечувашский диктант в день чувашского языка. В 2018 году в Чечне впервые был проведен диктант на общереспубликанский диктант в день чеченского языка. Глобальный диктант по осетинскому языку в день осетинского языка и литературы. Тотальный диктант на языках народов Дагестана, 14 языков, проходит в день дагестанской культуры и языков в Хакасии в рамках дня хакасского языка. И вот сегодня, в Международный день родного языка, диктанты проводятся в Ямало-Ненецком автономном округе, в Якутии, в Ханты-Мансийском автономном округе и Югре. Важно отметить, что диктанты проводятся не только в республиках, где национальные языки защищены статусом государственного языка, но и организаторы успешно решают вопросы написания диктантов на диалектах. Так, и вопросы написания диктантов для малочисленных народов. Так, в Дагестане в прошлом году огульский диктант написало всего 8 человек. И, например, глобальный диктант по осетинскому языку проводится одновременно и на иронском, и на дегорском диалектах. В Адыгее и Кабардино-Балкарии, где функционируют варианты адыгского языка, пока организаторы пишут самостоятельные тексты. Но в их планах выработать критерии, сделать текст для адыгского народа единым и в том числе и распространить в диаспоре эту акцию. Так, в Якутии диктант пишет на ивенском, ивенкийском, чукотском, юкагирском и долганском языках. Причем последний представлен в двух диалектах, разновидностях, лесном и тундрином диалектах. То есть на всех пяти языках малочисленных народов Северо-Якутии. При том, что статусом государственного там обладает только язык саха, на котором тоже проводятся диктанты. И таким образом диктанты проводятся на всех государственных языках, то есть тех, у которых есть статус юридически закрепленный, за исключением Амбазинского в Карачао, Черкесии и Калмыцкого. Судя по информации, которая есть в интернете, для этих языков тоже планируется проведение. И что важно, во всех случаях именно общественный запрос был в основе проведения диктантов, как и в тотальном диктанте. То есть это прежде всего стремление общества проводить это, которое поддержано зачастую властными структурами, но в основе лежит интерес людей. И именно поэтому эту акцию следует назвать гуманистической и развивающей личность каждого участника. Спасибо за внимание. Спасибо вам огромное, Индзелина Аминовна. Вы знаете, вы сейчас отмечали достаточно большую, серьезную роль в этом движении народов Севера, сохранения культуры, традиций. Большой вклад, которые органы управления образованием как раз в отдельных регионах и в целом в системе северных территорий делают в своей большой работе именно по сохранению национальной культуры, обычаи, традиций. И сегодня с нами в зале, вот, пожалуйста, микрофон, сюда на первый ряд, находится председатель Ассоциации преподавателей родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Фень Матвейна Альхан. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Айал Диггеркил. Здравствуйте, дорогие друзья. Позвольте от имени Ассоциации коренных малочисленных народов и Учительской общественности, Института национальных школ поприветствовать вас и поздравить с Международным днём родного языка. Я представитель венкийского народа, одного из коренных малочисленных народов. И, конечно, хочу сказать пожелания на своём венкийском языке. Я сказала вам, что сегодня Международный день родного языка отмечают все. И дословно переведу, идите вперёд, сохраняя самую дорогую ценность, свой родной язык и передавая будущим поколениям. Потому что без родного языка нам очень тяжело жить. Это мы понимаем как представители коренных малочисленных народов. Ну, как вы сказали, языки наши исчезают, действительно. Из 40, вообще в России проживает 45 коренных народов России. Из них 40 коренных малочисленных народов Северо-Сибири и Дальнего Востока. 28 языков преподаются в образовательных организациях как предмет, как неручная деятельность, как кружок. Ну и, конечно, вот ещё раз сказали, что языки наши на грани исчезновения находятся. Дети не говорят на родном языке. И это очень такая проблема. Когда есть проблема, мы ищем выход. Какие-то нововведения и какая-то должна быть, наверное, инновационная деятельность. И за язык, в общем-то, не только должно государство нести ответственность. За сохранение языка вот сейчас в реальной ситуации должны нести ответственность и сами народы. И, конечно, вот инициативы в наш институт национальных школ выходили представители наших народов и говорили о том, что нам необходимы какие-то вот такие инновационные проекты. Например, вот сейчас учителя говорят, как обучать родному языку, когда дети не говорят, когда родители не говорят. И нам необходимы такие проекты, которые учебники нового поколения с учётом требований федеральных государственных стандартов нового поколения. А стандарты – это тоже же инновации. И, конечно, вот мы хотим поблагодарить Институт национальных школ, Ассоциацию, Департамент государственной политики, сферы образования вот за поддержку вот таких инновационных проектов, как кочевая школа. Я сама помню, как мне было 7 лет, и меня привезли из тайги. Но я любимица была, и я никак не могла понять, почему меня родители оставили. И я всё время плакала-плакала и попала в больницу. Как-то так получилось, что меня отпустили. И я поехала себе в стойбище, и в чтении года родители всё время говорили о том, что надо учиться. Ну, когда мне исполнилось 8 лет, я уже была готова. А в 7 лет для меня это была большая трагедия. И сейчас вот такие кочевые школы функционируют у нас на Ямале, в Красноярском, в Якутии, и тоже вот благодаря поддержке. Сейчас поддерживают очень хорошо Министерство просвещения. И ещё буквально год назад сами народы стали инициировать создание языковой среды, речевой среды, в системе образования, в системе дополнительного образования. И, конечно, мы как институт национальной школы вышли опять, ну, как бы, для того, чтобы нам дали госзадание по речевой среде. Нам необходимо создать модель, потому что учителя в образовательных организациях всё-таки проводят всё не научно, а хаотично. И необходима научный подход. Научный подход создания речевой модели в образовательных организациях коренных малочисленных народов России. И ещё хотелось бы сказать о том, что мы, ещё раз говорю, что не только государство должно нести ответственность за сферу образования, но мы и сами представители общественной организации. И благодаря, например, музеям, этнокультурным центрам, библиотекам развиваются наши языки. Это не только сами представители, это представители больших народов. На Сахалине в музее, ну, я уже, Фирсова, она провела научно-практическую конференцию детей на языках. На родном языке дети, конечно, не знают своего родного языка, но каким удовольствием они читали на родном языке свои доклады. И сейчас теперь уже в Якутии такая конференция пройдёт на родном языке детей, на своём родном языке. И получается, что действительно в школах дети изучают родной язык, приходят домой и обучают своих родителей. Понимаете, как-то... И поэтому необходимо поддержать, ну, наверное, такие проекты по обучению взрослого населения родному языку. Необходимо разрабатывать учебные пособия для молодёжи, которые хочут изучать. И, конечно, вот эти все речевые, да, кочевая школа, учебники нового поколения, мы разработали, благодаря, вот ещё раз, поддержке Министерства образования, разработали линейку учебников по венкийскому языку для детей, не владеющих родным языком. Вы понимаете, это чтение пяти лет мы проводили апробацию. Мы ошибки допускали, мы опять заново, благодаря учителям. Но учительская общественность, учителя... Мы провели два съезда учителей коренных малочисленных народов. И вот на этом съезде, вот на последнем съезде ноябре 2019 года, учителя сетовали, что всё-таки очень маленькая зарплата. И если, ну, всё равно необходимо создавать условия для наших учителей, ведь, ещё раз говорю, что именно благодаря системе образования наши языки сохраняются и развиваются. И необходимо, ну, в общем-то, поддержать нашу учительскую общественность, учителей наших родных языков. Это не только у коренных малочисленных народов, наверное, и это такая же проблема у других народов. И очень отрадно, что поручение президента было по итогам заседания по межнациональным отношениям, и перечень вошли. Ну, это задание было Минобразование науки, Минпросвещение, при участии Ассоциации коренных малочисленных. Это вообще в истории впервые. Проанализировать практику изучения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в качестве родного языка в системе общего образования. А также определить необходимое количество соответствующих педагогических работников. Языки коренных малочисленных народов некоторых образовательных организаций не изучаются, потому что нет преподавателей. Я сама в 83-м году окончила институт народов Севера. Преподаватель, учитель начальных классов и преподаватель венгийского языка. И в 83-м году я с удовольствием приехала в свое село и стала преподавать родной язык. И я думаю, что если будет поддержка... А молодежь не идет, потому что зарплата маленькая, условий нет. А когда я в 83-м году, это все-таки советская система, для меня были созданы все условия. И в 2000 году я стала победителем всероссийского конкурса учитель года 2000. Понимаете? Потому что созданы были для меня условия. И я с удовольствием преподавала родной язык. И, конечно, хотелось бы в будущем, чтобы вот такие же условия, как и мне когда-то, благодаря, наверное, поддержке, я стала учителем и написала эти учебники по венгийскому языку. Спасибо. Спасибо вам огромное. Жанаталь, прокомментируйте. Вы знаете, такое трогательное выступление, потому что всегда, когда слушаешь учителей, понимаешь, что где-то мы правильно выбираем стратегии и направления, а где-то нам нужно наше направление согласовывать и, может быть, акцентировать на что-то внимание. В рамках уже плана реализации концепции у нас целый отдельный блок, который мы согласовали план мероприятия с Министерством науки и высшего образования, связаны именно с подготовкой педагогических кадров. Вот в рамках ведомственной программы у нас идет повышение квалификации, методическое сопровождение, то, что я говорила в своем выступлении в 11 субъектах, и мы это дальше будем продолжать. Но вы правильно сказали, главное это, конечно же, подготовка кадров. С чем мы сталкиваемся, что да, есть кафедры, которые готовят этих учителей, но мы понимаем иногда, что педагоги, наши студенты, которые приезжают, они получают образование, и они, как правило, остаются в этих больших городах. Они приезжают в Санкт-Петербург, получают образование и потом не возвращаются к себе. Поэтому вы очень правильно затронули вопрос именно создания условий. Это непосредственно на местах, в субъектах понимать количество этих учителей, сколько необходимо, где мы их готовим. Это не обязательно выше, это и СПО. Мы проводили буквально в декабре, понимая, что сейчас самый важный этот вопрос, в преддверии уже прогнозирования количества цифр приема, уже сейчас понимать в субъекте, сколько нужно таких учителей, в каких колледжах мы сможем это обеспечить. Поэтому эти вопросы у нас в декабре в рамках нашего, наше традиционное совещание, которое мы проводим с субъектами, мы это обсуждаем, и в рамках уже плана реализации концепции будет отдельный блок, посвящен подготовке и работе с педагогическими кадрами. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста. Жена Витальевна, а можно вот вопрос? Сейчас фонд поддержки языков, и конкурс был объявлен, и, конечно, подано много проектов, учебных пособий. Скажите, пожалуйста, федеральный перечень, наверное, нам очень сложно нашими учебниками, и все-таки, когда в Советской системе образования проводились семинары авторов учебников, а сейчас, с учетом требований стандартов, совершенно другие подходы к разработке, а именно подходы для разработки учебников, не владеющих, и еще раз говорю, требований стандартов, и нашим учителям, проживающих в регионах, ну, в общем-то, старение педагогических кадров. Понимаете, у нас сейчас необходимо подготовить молодежь, чтобы они стали авторами учебников. И, конечно, мы обратились в фонд поддержки языков, мы очень рады, что этот фонд поддержки языков создался, что разрабатывают, то есть уже созданы эти учебники, да, проекты учебников. Но мы очень, как бы, на съезде об этом говорили, что как можно быстрее нам необходимо войти в федеральный перечень, потому что в регионах Рособнадзор, а мы учимся по учебникам, которые 80-е, 2000-е годы, а Рособнадзор, ну, они, конечно, свои. Спасибо, вопрос понятен. В рамках порядка, тоже я в своем выступлении уже говорила, поэтому нужно ознакомиться. Здесь уже на федеральном уровне эксперта не требуется уже, да, выделять средства субъекту, а направляется, и уже в рамках нового порядка нужно вам просто ознакомиться, поподробнее посмотреть, и процедуру облегчили, для субъектов это очень было важно, мы услышали вот эти все вопросы, поэтому нужно действовать в рамках существующего этого нормативного документа, и я думаю, что все получится. Если необходимо какие-то дополнительные, да, обсудить вопросы, можно направить в адрес Министерства просвещения, и мы тогда сможем оказать информационную поддержку, консультацию по тем вопросам, которые возникают. Спасибо, уважаемые коллеги, журналисты в зале. Мы приглашаем вас присоединиться к нашему обсуждению столь важных вопросов. Пожалуйста, вы поднимайте руки, мы будем отвечать на ваши реплики, вопросы, комментарии. Есть ли в зале вопросы? Пожалуйста. Добрый день, Радио Спутник. Я хотел уточнить по поводу конкурса, который проводился, презентацию которого мы видели. Там было сказано, что приняло участие регионов количество 76, по-моему. А какое количество языков? Более 60 языков. Микрофон, если я пасу. Более 60 языков. Да, да, да. Статистика обновляется, потому что каждый день прибавляется количество участников. Мне писали, что это 78 субъектов и более 60 языков, на которых школьники присылали стихотворения. Еще раз, приняло участие на данный момент более 8 тысяч школьников. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Вот сюда, пожалуйста, микрофон. Добрый день, Сергей Сарвацкий, агентство городских новостей Москва. Жанна Витальевна, вопрос к Вам. Вы вначале упомянули, что в виде грантовой поддержки регионам порядка 300 миллионов рублей будет направлено на методическую поддержку учителей. Речь идет именно об учителях родных языков или имеется в виду и русский язык, и литература, и родные языки, и за какой период времени такая поддержка будет предоставлена? Эта поддержка будет идти на протяжении ближайших двух лет. Здесь у нас речь идет о всех языках. И русский как родной, и коренные малочисленные народы тоже мы учитываем. Поэтому здесь у нас рассматриваются различные субъекты, различные регионы. Вот я сейчас могу даже озвучить, кто у нас вошел. Вот 11 субъектов справочным могу сказать. Это Ивановская область, Тамбовская область, Республика Коми, Псковская область, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Мартовия, Свердловская область, Алтайский край, Иркутская область, Чеченская республика. Это то, что у нас вот на 2019 год вошли субъекты для уже реализации этого направления. И у нас ежегодно будет идти вот эта поддержка субъектов для того, чтобы можно работать с педагогами на местах. Одну минуточку, микрофон. Не забывайте, что... 300 миллионов – это и 20-й, и 21-й год. Да, 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 это уже да. Мы разбиваем, это не ежегодно разбивается. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Вопросы в зале. Если позволите, у меня последний еще раз вопрос. Он абсолютно технический. Я попросила бы еще раз озвучить основные контакты, координаты, куда все, кто нас сегодня смотрит, могут обратиться, я не знаю, за консультацией, помощью, поддержкой, участия в акциях, которые сегодня звучали, как раз в рамках вот этих замечательных инициатив. Ну, повторю, что и акция «Родные языки России» и «Викторина», которая сегодня начинается, доступны на сайте языкинародов.рф. Да, обращайтесь туда. Языкинародов.рф. Точка.рф, да. Там и акция, и «Викторина», и условия, и другая информация по сохранению развития языков народов России. Огромное спасибо. Еще раз, уважаемые коллеги, поздравляю всех участников в зале, всех, кто нас смотрит, всех нас с вами с тем, что сегодня замечательный праздник, день как раз наших родных языков. У каждого язык, с одной стороны, свой, с другой стороны, вся конгломерация языковая, которая сегодня звучала, это действительно, с одной стороны, многообразие, с другой стороны, единство страны, нашей большой, огромной, многогранной, поэтому еще раз всех с праздником, и мы искренне приглашаем всех ребят, взрослых, бабушек, дедушек, родителей, целиком всеми принять участие в замечательной акции по «Викторине», и я думаю, что праздники, которые предстоящие у нас начнутся, как раз прекрасная возможность это сделать. Еще раз огромное всем спасибо.